Южно-казахстанские врачи совместно с турецкими специалистами в рамках мастер-класса проводят операцию по продезированию на клапанных структурах сердца с применением радиочастотной амблицы. Такие операции проводят пациентам с ишемическими болезнями и приобретенными пороками сердца. Раньше такие операции, открытые операции у нас не делалось. Мы планируем дальше продолжить такие гибридные операции совместно с клапанными патологиями сердца, с коронарной болезнью сердца, у кого имеется нарушение ритма сердца, жизнеугрожающее, можно сказать, нарушение сердца. Всего за два дня на базе областного кардиоцентра было проведено пять операций с участием заведующего отделением кардиохирургии города Истамбул Бельхана Акпинара. Как отметил на брифинге руководитель управления здравоохранения области Мукан-Гизбаев, подобные операции проводятся в Казахстане, только в Алматы и Астане. На вопрос журналистов, как дорого обходится проведение подобных операций, глава здравоохранения ответил. Это за счет государственных средств полностью восполняется, никаких дополнительных расходов не требуется. Те, которые, вот сейчас они провели, дополнительно то, что какие-то оборудования закупались, какие-то инструментарии таких особых нету. Ну, этот вид операции, он тяжелый, ну, в смысле, это для докторов, это технически тяжелые операции. Вот эти операции сейчас под руководством сделали, а дальше наши доктора могут проводить сами. Мирхан Акпинар, в свою очередь, дал высокую оценку подготовки специалистов областного кардиодиспансера. Более того, в ближайшее время планируется отправить наших врачей для обучения в Турцию. Главный же врач кардиоцентра Спандяр Бекжигитов на брифинге сказал о том, что на сегодняшний день центр нуждается в новом здании. «Наши возможности по лечению больных расширяются. Например, благодаря этому мастер-классу мы сможем самостоятельно оперировать больных с хроническим нарушением сердечного ритма. В ближайшее время надеемся получить необходимое для этого дополнительное оборудование. И, конечно, хотелось бы, чтобы и здание кардиоцентра было соответствующее. То здание, где мы располагаемся, нетиповое. Это бывший профилакторий шинников». Фибрилляция предсердия является достаточно распространенным нарушением сердечного ритма. Данная патология у мужчин встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Стоит отметить, что проблема лечения фибрилляции предсердия остается одной из актуальных проблем современной кардиологии и хирургии. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова